Добрый день, дорогие наши телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Татар Хистеры». Сегодня мы с вами поговорим об истоках татарского народа, истоках татарской культуры. Мы поговорим об общей тюркской культуре, общей тюркской субкультуре, затронем вопросы древней тюркской культуры и древней тюркской письменности. Я с большим удовольствием предоставляю нашего сегодняшнего гостя и нашего эксперта Валерия Сергеевича Горшунова, который является известным общественным деятелем, ведущим специалистом нашей республики по древней тюркской культуре, по древней тюркской письменности. Здравствуйте, Валерий Сергеевич! Добрый день! Вы уже на протяжении многих лет занимаетесь тюркской руникой, в целом тюркской культурой, субкультурой. У вас достаточно много публикаций, и вы достаточно узнаваемый специалист в этой области. Все-таки, что такое общетюркская субкультура и как она взаимодействует, для меня очень важно, с национальной идентичностью современного татарского народа? Хороший вопрос. Сегодня мы находимся на грани формирования новой идентичности. Я ее называю сам для себя общетюркской субкультурой. Выявилось это явление по социальным сетям. Оказалось, что с развитием интернета возникло большое количество различных пабликов, чатов, которые затрагивают тюркскую тематику. И то, что невозможно было, например, в Советском Союзе вживую общаться с большим количеством представителей разных тюркских народов между собой, после 90-х годов это стало возможным с развитием вот этой вот интернет-культуры. И оказалось, что сегодня существует большое количество людей, которые себя причисляют к вот этой тюркской субкультуре, развивают в себе общетюркскую идентичность. Тут стоит отделять, это не те люди, которых у нас иногда принято называть там пантюркисты или еще кто-то представители этого, можно сказать, как считают у нас деструктивного направления. Общетюркская субкультура развивается в рамках изучения вообще вот древней нашей общей истории. Историю общей народов нагайцев, казахов, татар, азербайджанцев, туркменов, узбеков и так далее. Объединяет нас в этой общей истории, история первого и второго тюркского каганатов. И, соответственно, вот широко изучается это явление. С 50-х годов было, начало изучаться в Советском Союзе, получило большое количество публикаций. Как раз объединяет нас древнетюрская письменность, руническая письменность. И вот сегодняшнее время оно как раз характеризуется очень ярким вниманием людей к вот этой древнетюрской письменности. Оказалось, что при внимательном прочтении ее, при, скажем так, достаточно хорошем анализе, мы выявляем новые факты и новые факторы вот этой вот нашей общей тюркской истории, в том числе необходимые для сохранения современных тюркских языков. У меня в связи с этим вопрос. Все-таки общие корни, общая история, общая прародина. Но сегодня мир все-таки уже идет достаточно быстро к обширной глобализации. И насколько важно, с вашей точки зрения, искать генетические истоки, если многие культуры, многие народы уже перемешались? Насколько это важно? Вообще, меня подтолкнуло, скажем так, в этом вопросе в свое время сужение ареала татарского языка. Ну, я сам человек тюркской национальности, я сам принадлежу к татарскому народу, к его части, к ряшинам. И, по сути дела, скажем так, вот эти процессы, они сегодня ярко видны, показательно. Это идет сужение ареала использования татарского языка. Скажем так, вот когда начали делать анализ этого явления, да, ну, действительно, виновата глобализация, различные, как бы, скажем так, процессы унификации, которые в обществе происходят, да, все должно быть по единой системе, и язык от этого страдает в первую очередь. И вот оказалось, что вообще длительность существования языка, она, скажем так, по своей хронологии, да, она зависит в том числе и от определенной такой идеологемы, как его сакральность. То есть, вот понимаете, если человек считает, что его язык в определенной степени священный, да, он будет долго жить. Если не считает, что священный, да, он умрет на следующем поколении. И вот оказалось, что, ну, вот, скажем так, да, вот сегодня же с арабским языком проблем таких не существует, потому что он язык Корана, священный язык, правильно? И будет огромное количество людей, число которых растет, которые изучают этот язык и стараются, по крайней мере, использовать его, даже если не в быту, но в своей сакральной части, в своих, как бы, молениях. Вот. То же самое, скажем так, относится в какой-то степени и к татарскому языку. Если татары его считают в определенной степени сакральным, то язык этот будет долгое время жить и будет, по сути дела, вечным, да. Если его не считают сакральным, он умрет на следующем поколении. Вот тюркская руника, изучение этих вопросов, да, она ставит во главу угла, что наш древнетюрский язык, он имеет черты сакральности определенные, да, и вот в своих, как бы, исследованиях. Ну, это очень большая проблема, это даже, я думаю, что тема отдельного разговора, да, тема отдельного большого разговора, да, соотношение общей тюркской идентичности, национальной идентичности, но я хотел бы, мне всегда интересовал вопрос. Да, вот у нас историческая память, тюркский каганат, первый, второй тюркский каганат, историческая память, историческая гордость. А что кроме исторической памяти, исторической гордости дает вот эта тюркская идентичность для каждого из нас, для представителей разных тюркских народов, для татар, для чуваш, для якутов, для башхер и так далее? Вот тут я предлагаю чуть-чуть поменять ракурс и взглянуть немножко с другой стороны, да, как раз с точки зрения формирования идентичности у любого здорового нормального человека, да, позитивного человека, который является полноценным членом общества. Вот я в том числе занимался вопросами развития деструктивных видов, скажем так, субкультур, деструктивных видов идентичности. Тут получили, мы очень интересный материал, когда работал в Академии наук, да, в Центре исламовических исследований, и оказалось, что у любого нормального человека должно быть несколько уровней идентичности, которые не пересекаются. Первое, это у нас идентичность индивидуальная, это мы как личность, да, мы носим фамилию, имя, отчество, потом идет следующий вид идентичности, это семейная идентичность. Вот такой вот интересный процесс, да, мы знаем, кто наши папы, мамы, дедушки, бабушки, дяди, тети, но заметили, что у некоторых людей вот эта вот семейная идентичность, она с течением времени начинает развиваться дальше. Вдруг человеку 50 лет, и он начинает изучать свою генеалогию, деньги готовы большие заплатить за то, чтобы там 50-70 тысяч, за то, чтобы посмотрели, кто его предки были на протяжении долгих поколений, документы нашли. Или, например, я вот разговаривал с Саха Якутом одним, он говорит, мы гордимся тем, что знаем своих предков вглубь рода на, сколько-то он сказал, то ли 12 поколений, то ли 14, боюсь ошибиться, да, но много поколений. Он мне прямо показал, они публикуют книжки, где он может посмотреть своих предков практически, ну, 17 века. Мы, татары, как бы, скажем так, этого позволить в принципе себе не можем, да, если кроме, как говорится, больших затрат там каких-то, да, иногда даже есть большие затраты можно сделать и ничего не найдешь. И вот после этой семейной идентичности следующий важный фактор, который сегодня, скажем так, деградирован, смазан, это так называемая племенная идентичность, это доэтническая идентичность. Понимаете, в советское время у каждого, вот, практически человека была племенная идентичность, это, вот, по живому примеру, да, это та маленькая деревня или город, где ты родился. Я вот помню, я когда был маленьким ребенком, я к своему отцу приехал в деревню, да, идет какой-то мужчина, и он сразу как вот, как вот в индейском племени, он говорит, а этот мужчина вот из деревни 15 километров отсюда-то, у него родовое имя такое-то, такое-то, вот. И даже когда у них были какие-то конфликты, молодежь у них именно, скажем так, конфликтовала деревня на деревню. Это было мини-племя. Вот эта вот племенная идентичность, она очень важна, потому что она, ну, скажем так, в прямой опасной ситуации помогает человеку выворачиваться вот из этих тяжелых жизненных ситуаций. Ну, и мы знаем, если там лошадь упала, идут вытаскивать все деревни, правильно, да, там все и улицы, картошку сажают все и улицы. Сегодня в крупных городах вот этой племенной идентичности сегодня нет как фактора. Она нужна? Вот без нее человек внутренне чувствует себя некомфортно. И поэтому, ну, вот как объяснить, да, вот племенная идентичность – это тот ближайший круг 10, 15, 20 человек. У многих она совпадает с родовой идентичностью, которая тебя выручит в трудную минуту. Горяй Сергеевич, а вот племенная идентичность – интересные термины, я его редко встречаю. Племенная идентичность и клановая идентичность – это одно и то же или нет? Вы знаете, иногда они совпадают, если клан не очень большой. Иногда, если, например, ну вот у казахов, например, род Агрын, например, он очень большой, да, или бывают тейпы, например, у чеченцев, они очень большие, там по 500 тысяч человек. Она уже как племенная не работает. И вот после племенной идентичности идет уже большой уровень – это этническая идентичность. И вот здесь очень важно понимать, что общая тюркская идентичность, например, в Казани, да, она работает как фактор племенной идентичности. Именно это клуб единомышленников. Понимаете? И вот, то есть, вот если мы его, например, папу взять, да, то есть вроде как бы у него тоже все условия были, но дело в том, что у него этот вид племенной идентичности занят собственной деревней. Этническая у него присутствует в полном традиционном понимании. Более высокой степени уже идет религиозная идентичность. Вы понимаете, что мусульманами могут быть и русские, и татары. А потом уже идет у нас общегражданская идентичность. Это все граждане, например, одного государства. Там и русские, и татары, и православные, и мусульмане, и атеисты, и так далее, и так далее. Видите, вот эти вот уровни идентичности, они наслаиваются как пирог. И, например, представьте, что живет, например, в Казани татарин в нашем глобализованном мире, да, все нормально, Сабантуи, как бы скажем так, у него есть родная деревня, куда он ездит. И он переезжает в Торонто. Там не то, что татар, там тюрков-то раз-два япчулся, да, вот грубо говоря, да. И вот тут вот общетюрская идентичность помогает ему сразу же, вот скажем так, сформировать вот эту вот племенную идентичность. Ну вот опять же есть такой пример, например, Ямал. Ямал-Ненецкий автономный округ, да, там же не татарская автономия, там татаро-башкирская автономия. И она прекрасно существует, она прекрасно работает. Понимаете, как и племена, и как и, скажем так, этничная идентичность. Иногда вот, если, скажем так, татар где-то мало, там, естественно, она сразу переходит в формат вот этой вот племенной идентичности. Но в Казани, где у нас татар больше половины населения, чуть больше, да, то есть это больше там, я не знаю, 600 тысяч. Да, согласен. Валерий Сергеевич, вот в начале нашей беседы мы начали говорить о рунах. Можно ли сказать, что тюркские руны — это главный семиотический элемент общей тюркской идентичности или нет? Вот те люди, которые, скажем так, молодые люди после 90-х годов, они привлечены очень сильно в общей тюркскую тему как раз элементом рунического написания. Очень много людей, которые самостоятельно изучаются, да. Ну вот я даже могу так сказать, что по-своему вот полноценная научная традиция, она была после 50-х, 60-х, 70-х немножко утеряна. Вот, скажем так, те, которые родлов, малов и вот это вот поколение, да, айдаров, они не заимели ярких прям последователей. И у нас вот эта вот академическая традиция немножко угасла. И появилось большое количество людей, которые самостоятельно распечатав эти книжки из интернета, да, в том числе малого. Труд, кстати, вышел, ну, с определенными ошибками, конечно, да. Я вам так скажу, что новые издания, они очень дорогие, по сути дела, еще не распространились в интернете. Но люди самостоятельно начали изучать вот эту вот древнетюрскую руническую письменность. Руническая письменность, несомненно, главный семиотический элемент, который привлекает. Я более того скажу, что она наполняет вот этот вот как бы древнетюрский язык, в том числе и определенным сакральным смыслом. Вот опять же, я скажу так, да, что сегодня множество игр, название сейчас не скажу, да, но вот у меня список есть, да, которые вот это стратеги пошагового или такого различного уровня. Знания, они как элемент, например, вот этой вот общемировой борьбы, они имеют в составе там либо тюрков, либо гунов, и одно из направлений религии там есть тангрянство, да, вот как говорится, да. Это очень популяризирует вот этот вот, скажем так, аспект знания. Но сегодня, например, тангрянство не существует именно как полноценные религии, как вот ритуально-обрядовые, скажем так, системы, да. Но знания, они широко распространены, например, да, слово тенгри рунами написано, и это наполняет определенной сакральностью, которая, ну, скажем так, выгодна для формирования вот этой вот субкультуры, для формирования вот этого движения. И потом очень много людей, которые, например, себя считают, например, не христианами, не мусульманами в современном мире, но и не атеистами. И вот в живом разговоре даже, когда разговариваешь, говоришь, ты кто? Человек говорит, я, говорит, тангрянин, да, я действительно не делаю никакой обрядовой вот этой вот темантики, не исповедую никаких, как бы, скажем так, классических, там, вот этих вот религиозных теорий, но в то же время я верю в Бога, верю в Творца, я тангрянин, да, и ему это позволяет находиться в комфортной вот этой вот среде. Валерий Иванович, вот возвращаясь к теме сохранения национальной идентичности, да, часто приходится слышать такую точку зрения. Сейчас глобальный мир, зачем нужны национальные языки, сегодня надо изучать, ну, острая необходимость изучения английского языка. И, по мнению некоторой части общества, изучение национального языка не является приоритетным в современном обществе. Вот ваша точка зрения какая-то? Ну, я так скажу, что в современном мире действительно появляется большое количество знаний, и народы, они потихонечку, ну, вот, скажем так, заменяют одни знания другими. Ну, например, ну, если в 19 веке практически любой татарин мог запрягать лошадь, да, то мы найдем очень малое количество людей, действительно, вот знания о том, как запрягать лошадь, а это целая наука на самом деле, да, не просто так вот научиться, да, я вам скажу такой исторический пример, да, вот у якутов была лошадь, а рядом у них жили соседи и венки. И венки, даже воруя лошадей, как говорится, да, они ничего не могли максимум придумать, это только съесть лошадь, потому что обряд ухода за лошадью, ее запрягание, ее вот поддерживание вот в этом, скажем так, боеспособном состоянии, это целая наука. Этому надо учиться, это надо передавать из рук в руки, как говорится, да, и так они не смогли одомашнить лошадь и венки, хотя в свое время у них лошадь была одомашнена давным-давно, они утеряли, перешли на оленеводство, но не смогли приручить заново якутскую лошадь, не хватило знаний просто вот как бы примитивно, да, и, соответственно, любой народ, он вот эту вот систему знаний меняет, и тут у нас встает вопрос, скажем так, сохранения традиционных ценностей, ну, скажем так, глобальном понятии, да, зачем они нужны? Дело в том, что в числе новых знаний, скажем так, нами усваивается и большое количество каких-то деструктивных элементов, которые можно выявить только с течением времени, вот как вот, когда вот, ну, например, я не знаю, открыли морфий, например, да, все думали, ой, прекрасное обезболивающее средство, никто же не знал, что будет, как говорится, наркомания от этого дела, да, вот от этого морфия, да, вещества. Вот ряд знаний, которые мы сегодня воспринимаем за глобализацией, мы можем понять только с прохождением нового, с пройдением большого количества времени, вот в том числе язык, ну, вот психологи, они понимают это, как говорится, да, вот есть, скажем так, целое психологическое направление в науке, которое, как бы, занимается анализом языка. Язык в том числе формирует нашу внутреннюю среду, как таковую, да, ну вот, чем больше ты начинаешь изучать языки, да, тем больше видишь своеобразие и видишь, скажем так, направление, которое задает внутренний язык для развития человеческой личности в ту или иную сторону. Вот. И очень важно, помимо, скажем так, привлечения новых знаний, часть из которых деструктивная, но мы об этом не знаем, в том числе и сохранять традиционную среду для того, чтобы можно было к ней вернуться, если мы видим, что новые знания не приносят, как бы не ведут нас ни к чему хорошему. То есть нам именно важно, вот прямо это должно быть государственной программой, да, сохранение вот этого, вот, скажем так, национального, идентичного, как не именно, не в, скажем так, не в музейной вот такой вот обстановке, да, а именно как часть вот этого живого процесса, того элемента, в котором живет общество. И в том числе, ну вот опять же, да, древнетюркская руника, да, что она нам дала, да, вот интересная сегодня теория есть, откуда происходит, например, слово тюрк. Вот древнетюркская руника, она говорит о том, что слово тюрк, это был не этнический термин, потому что народа в то время не было, народа в то время не было, да, а тюрк, это происходит редуцированное слово от слова тюрюк, закон, право, вот, как бы, да, в татарском тоже есть аналоги, да, то есть это человек, который живет по справедливым законам, причем там есть, что называют тюрками и кипчаков, и агузов, вот прямо тюркская руника, да, тюрки-сиры, так называемые, да, придумывают. Тут этноса не было как такового. Был человек, который, как бы, благородный, живет по, скажем так, законам неба, законам благородства, да, ну, или был человек, как бы, который имеет какие-то внутренние варварские установки, там, ограбить, то есть морально-этический аспект был поставлен во главу этого. Владимир Сергеевич, вот смотрите, значит, этно-национальная идентичность человека, она формируется, исходя из разных факторов, да, различных факторов, среди них ведущими, на мой взгляд, это, конечно же, является язык, это, конечно же, является его историческая память, и самосознание, причем самосознание является одним из ключевых. Вот в связи с этим у меня часто возникает вопрос, историческая память, вот насколько наша общетюркская история очень важна с точки зрения формирования исторической памяти татарского народа? Вот подойду в таком формате, что сегодня нам в Средневековье дало большое количество примеров, которые, на самом деле, сегодня не отрефлексированы, скажем так, да, пока современной истории. Очень различные отношения к различным историческим деятелям, к различным эпохам, да, вот, например, возьмем эпоху Чингисхана, да, создатель, скажем так, джучитского государства, основоположник, далее, который мы называем Золотой Ордой и так далее, так далее, великий деятель, например, да, но отношения вот в тюркской субкультуре к нему немножко различные. Если мы посмотрим на казахов, то они его непосредственно боготворят. Давайте возьмем другой пример, Тамерлан. Вот вроде представитель тюркской этнополитической культуры, да, так я это назову. Совершенно верно. То есть отношение к Тамерлану, скажем, в Средней Азии, одно отношение татар совершенно противоположное. Мне хотелось бы знать ваше мнение по поводу того, что вот, что у нас в общей тюркской истории, что объединяет, а что не совсем объединяет. Пожалуйста. Вот, когда у нас формируется, скажем так, когда наблюдаешь за формированием вот этой вот общей тюркской идентичности, возникают вопросы различного отношения к тем или иным факторам истории. Вот опять очень был хороший пример про Тамерлана, потому что, как-то раз я вот видел, по нему выпустили интересный пост, кто такой был Тамерлан, да, действительно великий завоеватель, но в то же время и великий убийца, да, и там из Башкар-Толстана сразу же произошел комментарий, да, такой подобных кровавых собак в истории было мало. Ну, у татар примеры то же самое. Совершенно верно. Он ассоциируется с человеком, который практически разрушил Золотую Орду. Мало того, что ладно бы разрушил, как политик, да, но в том числе он проводил и геноцид, когда проходил завоевывал города, да, неважно, мусульмане там, кто не мусульмане, он просто окружал и вырезал все население этих городов. Живым оттуда невозможно было выбраться, да. Но узбекский народ его считает собственным основателем, понимаете, вот как бы, да. Поэтому в общей тюркской субкультуре эти вопросы не поднимаются на самом деле, да, потому что это вызовет вот этот вот внутренний, скажем так, внутреннее противостояние. Как раз акцентируется вопрос на именно, скажем так, древнетюрском времени, как времени общего единения. То есть получается, что вот это вот до VIII века происходит определенная, ну, скажем так, идеализация происходит, определенная идеализация. А потом уже получается, что тюркские народы, когда они вот рассыпались с этого ареала, да, вот с севера Монголии, который примыкает к Алтаю, там уже у каждых народов начинается какая-то своя та или иная прослеживаемая национальная история, и поэтому, ну, к ней относятся как-то в живую сторону. Ну, я еще вот добавлю, что история тюркского каганата для нас, для татар, важна и в том числе и тем, что впервые в архонно-енесейских памятниках впервые упоминаются древние татарские племена именно тюркского происхождения, именно в составе тюркского каганата. Я имею в виду союз племен Тулас-Татар и Утас-Татар. Все-таки давайте вернемся к рунике. Вот в одной из наших передач, где принимал участие профессор Казанского университета Хатып Менегулов, я ему задал вопрос, который хочу задать тоже вам. Вот каким современным тюркским языкам наиболее близок язык архонских надписей? Вообще тоже интересный вопрос, на самом деле, потому что любой народ хочет показать свою генетическую зависимость. От древнетюркского языка тувинцы говорят, практически тувинский остался язык. Да, мы тувинцы, мы гордимся этим. Действительно находят многие слова, которые есть напрямую в древнетюркском языке. Казахи говорят тоже то самое, что мы тоже как бы правоприемники. Были работы, которые говорили о том, что сибирские татары, наследники. Я вам так скажу, вот мое личное отношение, что все мы, наследники вот этого древнетюркского языка, каждый несет в своем языковом запасе уникальном то или иное количество древнетюркских слов. Какие-то языки их потеряли, какие-то не потеряли. В том числе татарский язык, он занимает свою уникальную позицию. Вообще, когда занимаешься исследовательской работой, очень интересно. Я никогда не думал, что слово «жулый» — это плачет. Это, скажем так, развитие, некоторое редуцирование древнетюркского слова «жулый». «Жулый» — это от слова «жух», «юх», «траур». То есть, человек потерял, у него потеря, как говорится, есть. И вот он печалится. И вот сегодня, можно сказать однозначно, что тюркские народы, они в той или иной, в большей или меньшей степени, они все наследники, в том числе даже и гагаузы, маленький народ, они наследники вот этого древнетюркского времени. Тем более, я вам так скажу, что есть, например, древнетюркские тексты, например, надпись Культигина, она считается, безусловно, кипчакской, вот скажем так, если мы рассмотрим. В своей основе, да. Да, да, да. А надпись Тони Кук, она считается агустской. Да, но между собой эти надписи настолько близки, да, наверное, как не близки татарским с казахским сегодня, понимаете, как говорится, да? Вот в этом, наверное, и заключается главное достояние древнерунической тюркской письменности, которая как раз и носит в себе объединяющее начало. У меня в связи с этим еще один вопрос. Вот насколько сегодня в мире много последователей тюркской субкультуры, в каких странах они проживают, какие публикации мы можем рекомендовать нашим телезрителям. Вот если взглянуть, скажем так, страноведчески, да, то сегодня вот получилось, как вот исторически, да, тюрки разделились на Агузов и Кипчаков, да, и сегодня вот это вот как-то отобразилось тоже, и вот в плане тюркской вот этой вот общей идентичности. Ну, я могу сказать, что все-таки в Турции вот немножко там свое понимание субкультуры, да, вот свое понимание вот этой вот общей тюркской идентичности. У них есть свои ошибки, конечно, как и у нас же в нашем отношении, да, у них есть своя специфика, просто дело в том, что у них понимание вот это вот... Вот здесь ключевое слово, у них есть ошибки, так же, как и у нас. То есть, да, 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 то есть, да, у них вот, у них просто большой плюс это количество последователей, да, по качеству здесь... То есть, в Турции последователей больше, чем в России? Ну, конечно, конечно, там существует субкультура, прям, ну, скажем так, которая в себя включает большое там, например, вот у них выпускаются футболки с изображением Волка, с рунической надписью тюрк, да, и прям это массовым спросом пользуется, да, массовым спросом пользуется. У нас пока такого нету, но дело в том, что в свое время вот еще вот эта российская наука дореволюционная, она поставила все-таки очень хороший анализ вот этих вот древнетюрских источников, которые автоматом в советское время Малов переварил, выпустил и опубликовал. Все-таки по исследованиям Россия с Казахстаном, они стоят вот по исследовательской традиции, они выше, то есть, конечно, да, никакой вот, скажем так... Исследования Ядринцева. Да, Ядринцев, Малов, Айдаров, еще, как говорится, да, там много фамилий есть, Родлова того же самого, да, они даже эти работы достаточно сейчас пока не осмысленны, не переработаны. Вот все-таки кого из современных последователей общетюркской субкультуры, зарубежных, да, вы могли бы порекомендовать нашим телезрителям, с трудами которых можно ознакомиться? Вот вышла очень хорошая книжка в Казахстане в 2006 году, «Атлас архонских памятников» она называется, очень качественное издание, вот фамилии казахские из этого Сары Кожалы, насколько я помню, и второй там автор есть, очень качественная книга с очень качественными репродукциями, по сути дела, ошибки им удалось преодолеть, вот, которые были найдены, исправить, на самом деле, большое количество фотографий, книжка просто сама по себе не дешевая, вот так вот скажу, да, но если ты ее приобретаешь, действительно, ты становишься, как бы, уникального издания, хранителем уникального издания, с которым можно работать, и с которым можно вести вот исследовательскую работу. Ну, из наиболее популярных, ну уж, конечно, вот, как бы, скажем так, в общетюркской субкультуре, например, известно имя Мурата Аджи, он такой, ну, вот, скажем, тот, который, ну, возрождал человек, который энтузиаст вот этой вот легенды, вот такой вот, как бы, да, который поднимал легенду на новый уровень, очень большое количество поклонников имеет, к этому человеку примешивается и Гумилев, который тоже имел тюркское происхождение, да, то есть, вот, как бы, именно в популярном плане, вот, дело в том, что сегодня, ведь, хорошо, у нас есть научные издания, но их надо популяризовать, чтобы от этого был эффект в обществе, и вот вопрос популяризации, он сегодня имеет основной первостепенный характер, когда удается популяризовать, то мы видим, количество интересантов возрастает, и количество исследований становится, качество исследований становится более востребованным. Владимир Сергеевич, и все-таки я задам вопрос, который, с которого мы с вами начали сегодняшнюю беседу, все-таки, что первично, тюркская общая идентичность для татар, мы говорим сейчас в рамках татархистики, или все-таки национальная идентичность? Вот, не ругайте меня за мой ответ, да, все зависит от того, где человек родился, скажем так, да, то есть, если он родился в Нью-Йорке, да, то у него только один путь остается, прийти к татарской идентичности через общий тюркскую. Если он родился в Казани, да, у него первично будет татарская идентичность, чтобы потом прийти к тюркской идентичности. Это вот как две руки одного тела, вот как плохо и без левой, так плохо и без правой руки, понимаете? Ну что ж, большое вам спасибо. У нас сегодня стоялась очень интересная беседа. На самом деле, общетюркская история, общетюркские корни очень важны для татарского социума, для татарской нации, для будущего татарской нации. Историческое прошлое, формирование исторической памяти является одной из важных составляющих формирования национальной идентичности. Сегодня у нас в гостях был Валерий Сергеевич Горшунов, известный специалист по рунике, по формированию тюркской субкультуры. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова